Вашим вниманием предлагается доклад «Анализ флактуации магнитного поля в хвосте магнитосферы Земли». Данная работа выполнена в рамках гранта «Польфакет». Сразу скажу, что методы и подходы, которые использовались в рамках данной работы, можно использовать для анализа турбулентных процессов от другой природы. На сегодняшний момент мы уже проанализировали особенности турбулентных процессов магнитослоя Земли, рассмотрели особенности самоорганизации в атмосфере Солнца, особенности диффузионных процессов в токамаках, но и также получили очень интересные результаты по анализу плазмоидов в магнитосфере Юпитера. Это учитывая то, что говорилось в первом пленарном докладе, так называемый элемент агрессивного менеджмента. Я буду очень стараться, я буду пропускать то, на чём можно не акцентировать внимание. И так, на самом деле, при анализе турбулентных процессов мы сталкиваемся с ситуацией, когда у нас имеет место чрездавание квази-турбулентных и квази-ламинарных потоков. При этом, конечно же, это явление называется интервитенцией или неоднородной турбулентностью. При этом можно даже оценить коэффициент перемежальности, который на самом деле определяет ничем иным, как временами длительности турбулентных потоков и квази-ламинарных. На самом деле, на сегодняшний момент существует две модели инициации развития суббури. Первая модель – это когда в нас наблюдается непосредственно разрыв токового слоя в диапазоне от 6 до 15 радиусов Земли. При этом, на самом деле, наблюдается деполяризация магнитного поля и изменение без этого компонента магнитного поля. Вторая модель – это модель пересоединения суббовых линий магнитного поля в диапазоне от 20 до, по сути, 40 радиусов Земли. На самом деле, раньше говорили, что эти модели конкурируют между собой, но сегодня говорят, что в первой модели возможно также последующие пересоединения с половиной линий магнитного поля. Ну, сразу скажу, что нам повезло, поскольку мы уже более 10 лет сотрудничаем с Тони Луи, который как раз стоял на истоках разработки первой модели генерации суббур. Некоторые особенности в карьер-индестрации или модели деполяризации представлены на слайде. Ну, на самом деле, сразу же скажу, что внимание обращается именно на изменения без этого компонента магнитного поля. При этом наблюдается существенное изменение фуктуации электрического поля. Ну, если будет время, я к этому еще вернусь. Для анализа турбулентных процессов использовались измерения миссии кластер с частотой 22,5 Гц. Это фуктуация, анализируясь именно фуктуацией магнитного поля. Лучше, конечно, анализировать фуктуации потока или скорости, но в данном случае дискретность измерения магнитного поля намного выше позволяет исследовать турбулентные процессы на масштабах, на малых масштабах, по сути, до 1 секунды. Ну, видео здесь, в принципе, даже запустилось. Локализация космических аппаратов, которые были проанализированы в работе от 8 до 13 радиусов Земли. То есть, по сути, мы акцентируем свое внимание именно на первой модели генерации субурии. Ну, и сразу скажу, что проанализировали, полностью проанализировали 4 события. Одно событие 2005 года, одно событие 2013 года, одно событие 2014 года, одно событие 2015 года. Да, измерение из четырех космических аппаратов, поэтому на самом деле мы сейчас имеем пространственную и временной локализации, возмущение которой зафиксировано. Как я уже упоминала, деполяризация характеризуется резким изменением БЗ-овой компоненты магнитного поля. Момент деполяризации представлен интервалом ПЦ. Тяжело говорить в таком тексте. Измерение кластера 1, кластера 2, кластера 3, кластера 4 за 2013 год. Сразу скажу, что мы отдельно анализировали возмущение и БЗ-овой компоненты, и модуля магнитного поля. Результаты получились одинаковые. Поэтому в данном случае, представлены здесь результаты для модуля магнитного поля, но можно анализировать абсолютно спокойно и БЗ-овый компонент. Поскольку развитая турбулентность характеризуется большим числом степени свободы и нелинейно взаимодействующих мод, то для анализа турбулентных процессов используются методы статистической физики. В данном случае это анализировали функцию плотности и вероятности фруктации магнитного поля, анализировался ЭКСС, исследовались структурные функции высоких порядков и ЭСС-анализ, которые, в свою очередь, были дополнены спектральным и библиотом анализом. Результаты ПДФ-анализа представлены на слайде. Вверху это у нас результаты, которые соответствуют моменту до деполяризации магнитного поля. Внизу значение, которое соответствует моментам во время деполяризации магнитного поля. Сразу можно отметить то, что у нас существенно более широкие функции распределения, которые указывают на наличие перемежаемости турбулентных процессов во время деполяризации магнитного поля. Ну, цветом здесь отмечены, на самом деле, сдвиги по времени, которые соответствуют красной дискретности измерений. На этом не буду останавливаться. Проанализировал также Куртосис или ЭКСС, который определяется непосредственно через структурные функции четвертого и второго порядка. По сути, наша дисперсия. Ну, для гауссового распределения значение К соответствует трём. Поэтому есть возможность сравнить, имеет место гауссовое распределение и не имеет место гауссовое распределение при анализе турбулентных процессов. Результаты ЭКСС-анализа представлены на слайде. Сразу можно отметить то, что в моментах деполяризации магнитного поля, это у нас троечка и зелёный цвет, наблюдается перемежаемость турбулентных процессов. Масштаб, на котором происходит изменение, соответствует порядка трём секундам. По оценкам, это в данном случае близко к ионно-циклотонной частоте, к герочастоте протона. То есть на масштабах до герочастоты протона у нас один процесс, на больших масштабах мы имеем другой турбулентный процесс. В рамках ЭСС-анализа, анализируя структурные функции, которые определяются, такой формулой непосредственно с экспериментальных данных, где tau не что иное, как также сдвиг по времени кратной дискретностью измерений. И в зависимости от масштаба мы можем найти параметр zeta-q, который зависит от порядка структурной функции. В зависимости от формы этой функции мы будем иметь или Калмагоровскую модель турбулентности, или модель Эрошникова-Крэйчнена. Если же показатель zeta-q нелинейно зависит от параметров структурной функции, мы имеем интермитенсив или перемежаемость турбулентных процессов. На самом деле можно задать данную функцию zeta-q от двух параметров дельта и бета. Скажу, что в зависимости от значения этих параметров дельта и бета мы можем получить разные типы моделей. Если же параметр дельта и бета равен 2 в третьем, имеем место изотропное луко-осоновское модель турбулентности. На самом деле, чтобы сэкономить время, я скажу, что в рамках ЕСС-анализа вот эта степенная зависимость, которая здесь представлена, мы получили неожиданный результат. Во-первых, мы получили излом структурной функции на масштабах 3 секунд, но это ожидаемый результат. Получили излом структурной функции на масштабах 10 секунд и на масштабах 50 секунд. После определенной дискуссии мы постановили, что это может соответствовать герочастотам гелия и кислорода. Да, ну, дискутировали. И постановили. Постановили, пока что постановили. Спасибо. Результаты сравнения непосредственно с 3D-модельами турбулентных процессов. Ну, получили то, что ни Калмогоровская модель турбулентных процессов, ни модель Ирошникова-Крэнштена полученный результат не соответствует ни одной, ни другой модели турбулентных процессов. То есть у нас имеет место неоднородность турбулентных процессов и в большинстве случаев не из-за тропии. Итак, в рамках проведенного ЕСС-анализа мы можем найти параметры дельта и бета, которые характеризуют, из которых можно получить в формуле Чачкина значение обобщенного коэффициента диффузии. Что в данном случае имеется в виду? Имеется в виду, что в зависимости от масштаба рассматриваемых процессов мы можем иметь или изменить увеличение коэффициента диффузии или уменьшение коэффициента диффузии. Если у нас коэффициент диффузии при изменении масштабов уменьшается, то увеличение масштабов уменьшается. Мы имеем субдиоксионный процесс. Если же он увеличивается, имеем супердиффузионный процесс. К сожалению, и для магнитослоя, и для токамака, и для хвоста магнитосферы получили супердиффузионный процесс. То есть при увеличении масштаба диффузионность увеличивается. В рамках спектрального анализа были проанализированы спектральную плотность мощности. В зависимости от индекса PSD мы можем также провести сравнение с разными моделями турбулентных процессов. Для Калмагорова этот показатель степени равен 5 третий. Для Эрошниковой кроечной 3 третий. И на самом деле для электронно-магнито-гидродинамической турбулентности показатель степени равен 7 третий. Модель этой турбулентности, электронно-магнито-гидродинамическая турбулентность, была введена Бископом и Нулером в 2000 году. То есть первая работа появилась на эту тему. Ну, я привела не случайно эту модель, поскольку наши результаты как раз больше всего соответствуют именно этой модели. Итак, спектральные индексы до момента деполяризации магнитного поля лежат в диапазоне от 1,77 до 2,06. Ну, важно на самом деле то, что мы также имеем некоторый излом в значениях, который больше наблюдается в момент деполяризации магнитного поля. Спектральный индекс у нас изменился. Я буду быстро. Не так очень быстро. На самом деле неожиданным для нас результатом было то, что мы наблюдали пик на целых 25 Гц. Поскольку данные были представлены немецкой стороной, мы не ожидали, что там есть какие-то аппаратурные, там не убраны какие-то аппаратурные погрешности. После переписки уже непосредственно с пиами проекта оказалось, что да, действительно в 2014 году в каталоге, который доступен всем, почему-то было не убрано это вращение спутника. Оно у нас наблюдается для всех космических аппаратов 2014 года и для одного космического аппарата, который мы прогнозируем в 2015 году. Да, вот здесь также наблюдается частота 0,25 Гц. Для Темиса, конечно же, такой частоты не наблюдается, хотя он летал в том же Дельта-Ополе. В ракторах веблет-анализа был использован веблет-анализ веблет-борле с гауссовой огибающей. На самом деле, для того, чтобы проверить, правильно ли мы все считаем, мы для 2014 года сразу же проверили веблет-анализ и действительно получили ту же самую частоту на 0,25 Гц. То есть вращение спутника. На самом деле, это оказалось немножко плохо, потому что герочастота протона у нас здесь также вблизи 0,25 Гц. То есть данные по протонам мы уже потом по изменению флутации мощности сигнала на герочастоте протона мы уже и дальше не учим. Примеры изменения в момент деполяризации магнитного поля кроме PC4 и PC5 колебаний наблюдается также обратные каскадные процессы и прямые каскадные процессы. Результаты представлены для трех кластеров, но это кластер второго, то есть для всех четырех кластеров. Здесь у нас не что иное, это герочастоты. Ну, понятно, что они будут повторять флутуации магнитного поля. И зафиксировано, важно было, что в момент деполяризации зафиксированы обратные каскады. То есть прямой каскад, это у нас вихри больших масштабов распадаются на мелкие масштабы, для их полной диссипации. А обратные каскады, это существуют какие-то механизмы, механизмы самоорганизованной критичности, которые призводят к тому, что из маленьких каскадов организуется один большой. В данном случае получено, что обратные каскады в момент деполяризации фиксируются даже чаще, чем прямые каскады. Изменение мощности флутации магнитного поля на разные герочастоты здесь представлено. Но отмечу только, что наибольшая амплитуда наблюдается именно для кислорода. Пока вы знакомитесь, по сути, с выводами, очень коротко скажу то, что на сегодняшний момент важно, по сути, при анализе турбулентных процессов. Итак, в ноябре 2017 года будет заседание Европейского космического агентства, где из трех проектов, которые представлены на конкурс, будет отобран один запуск, который планируется в 2026 году. Среди кандидатов, которые представлены в Европейское космическое агентство, есть так называемый проект ТОР, основная цель которого как раз и исследование турбулентных процессов на малых масштабах. Сразу скажу, что Украина, к сожалению, только двумя индивидуальными участниками представлена в команде ТОРа. Ну, к счастью, хотя бы два участника есть. То есть мы действительно имеем доступ к разработке и задач проекта, и, ну, будем надеяться, что и к последующей обработке, анализе данных. Ну, на самом деле, я сразу скажу, что в Штатах уже приняли проект ТОР, который такое же название, только ЮЭС. И на мое замечание коллегам про то, что поскольку Штаты уже приняли данный проект, Европейское космическое агентство, скорее всего, не будет за него голосовать для запуска, мне сказали, что я не понимаю политики, потому что в науке существует принцип не взаимодополнения, а взаимной конкуренции. Поэтому вероятность того, что пройдет именно проект ТОР, да, я уже заканчиваю, да, проект ТОР существенно теперь увеличивается. Так что будем надеяться. Там изменится президент в том времени в Штатах. Так как разница, космическая программа у них уже утверждена. Спасибо. У меня вопрос к применению методов статистики. Вы читали протосераспределение, ЕСС-анализ на основании событий 2013-2014 года. Какова это, длина выборки? Хорошо. Смотрите, есть момент гиполяризации, длительность порядка 20 минут, 20-30 минут. 20-30 минут, дискретность у нас 22,5 керца. То есть можете подсчитать, сколько? Ну, можете сами. А с какой вероятностью вы это получили? Там погрешности есть для каждого, да. ПСД, то есть есть погрешность для... Корректно, корректно. Да, спасибо. Спасибо за просмотр.